Он страстный поклонник научной фантастики и творчества Владимира Высоцкого. Он увлекается автомобильным, самолетным, подводным, стрелковым и другими видами спорта. Он ученый-исследователь, который крепко стоит на ногах, но несколько раз в жизни Земля буквально уходила у него из-под ног. Мне кажется, что исследователи космоса живут ожиданием полета, затем самим полетом, и когда они возвращаются на Землю, они всегда ждут нового старта. Так это или не так, мы сегодня узнаем от нашего героя. Кстати, вот он как раз ответил на наш имейл с запросом о встрече. Итак, он... Да, да, да. Он согласен. Отлично. Предлагаем посмотреть, что о нем пишут в интернете. Читаем. Гречка Георгий Михайлович. Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза. Родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский военно-механический институт. Работал в конструкторском бюро. Ученый-физик. Специалист в области исследования атмосферы Земли космическими методами. В 1966 был зачислен в отряд космонавтов. Трижды побывал в космосе в качестве бортинженера. В 1977 году поставил мировой рекорд по продолжительности пребывания человека на орбите. 96 суток, 10 часов. Свой третий полет совершил в возрасте 54 лет. Всю свою жизнь стремится найти следы гостей из космоса. Интересно, нашел или нет? Попробуем выяснить это у самого Георгия Михайловича. Георгий Михайлович – человек неземной. В том смысле, что его самые большие интересы действительно лежат во внеземном пространстве. Своё личное время он посвящает палеокосмонавтике. Космонавтике древности, изучающей контакты наших предков с внеземными цивилизациями. Впрочем, это не мешает ему быть самым весёлым космонавтом планеты Земля. Вот так на Западе едят. А у нас едят вот так. А тут, конечно, мне, наверное, самое дорогое. Это мои родители в молодости. Папа и мама, которым я обязан тем, что я есть. Потому что образование, может, мне давало школа и жизнь, а воспитывали меня родители. Иногда я в шутку говорю, что у меня очень плохо воспитали родители. Они не научили меня воровать, кидать, предавать, убивать. Врать не научили. Но как вот в нашей жизни без этого жить? Это заслуга моих родителей. Отец мне говорил, из-за тебя никогда ничего не получится путного. Ты очень много тратишь время на чтение газет и ходишь на каждый спектакль Райкина, теряешь время. И он был рад, когда что-то из меня получилось. А вот свидетель того, что из меня получилось, это вот эта куколка. Это не простая куколка. Это датчик невесомости. Она висела у нас в корабле на ниточке. И когда ракета еще летела, она натягивала ниточку. А когда мы вышли в невесомость, она медленно поплыла. Это было уже невесомость. Это начало космического полета. И знаете, что меня потрясло? Я 9 лет готовился к этому полету, а от Земли до космоса за 9 минут долетел. 9 лет и 9 минут. Однажды в Лондонской национальной галерее Гречко увидел картину Карла Кривелли «Благовещение», написанную в 15 веке. В облаках над городом зависла летающая тарелка. Это полотно, созданное более 500 лет назад, подтвердило догадки космонавта о том, что визиты пришельцев возможны. А вы вообще верите в ИНО? Я верю в их возможность. Есть много косвенных доказательств. И есть люди, которые не сумасшедшие, не жулики, которые видели эти шары, эти блюдца, которые там вылетают, летят, прячутся. Этим людям можно доверять. Хотя есть много жуликов. Сто процентного доказательства о существовании НЛО нет. Ну, пусть даже, скажем, есть сто процентов доказательства, какие-то пятна, какие-то огоньки, что-то такое летает. Но впервые, 47-й, что ли, год, когда увидел американский летчик эти блюдца, и вот сегодня уже 2011, значит, сколько лет прошло, да, и никто ничего не узнал. Вот как в первый день он сказал блюдца, вот так до сих пор блюдца, никто не может ничего о них сказать. Это металлические, ртутные, из света, из другой планеты, из-под земли. Это автоматические, пилотируемые. То есть за 60, за 70 лет ничего. Как-то раз Гречка увидел сделанную с вертолета фотографию НЛО, автор которой утверждал, что инопланетный корабль вот уже 20 лет лежит на Синайском полуострове. Чтобы проверить этот факт, Георгий Михайлович отправился на Синай. В конце концов мы подошли к этому месту, и оказалось, что это просто холм, но действительно похожий на НЛО, действительно похожий на летающие блюдца, но абсолютно натуральный. Значит, никаких там НЛО нету. Просто каменное плато? Да, такое, но там просто почему-то, то ли там какое-то было давление снизу, вот как преобразование вулкана, и там, может быть, были мягкие твердые породы, поэтому один круг поменьше, другой побольше, вот так, как рисуют НЛО. Только у него на снимке в центре была кабинка, а у нас не было кабинки. Я пошел, нашел большой камень, положил, чтобы кабинка. А я вот слышал, что вы подшучивали над коллегами-космонавтами, которые пребывали на станцию уже после того, как вы там, вы туда прилетели. Якобы говорили им, что видели НЛО. Это правда была или это шутка была? Что это за история? Нет, я не подшучивал. Они прилетели, и я сказал, что, ребята, иногда за нами гоняются НЛО. И что это очень неприятно, потому что идут они каким-то там восемь кораблей, идут сверкая, у них, как на наших самолетах, мигаются красные огни, и как-то неприятно. Вот они не отстают, не, значит, не опережают, но пока, вот говорю, они нам вреда не нанесли. Ну, они засмеялись, говорят, ты, как всегда, разыгрываешь. А я говорю, так нет, вы не поняли, я же не тому говорю, что вот это так. Вот я просто говорю, что когда вы это увидите, чтобы не пугались, потому что они не нападают, просто преследуют нас. Конечно, это была шутка. Гречка сам запускал эти НЛО. Оказывается, станция окутана особой пленкой. Если постучать по иллюминатору, то ее кусочки отлетают, и, попадая в солнечные лучи, создают впечатление объекта, который движется и ярко светится. Как ученый, он старается проверить любую теорию, объясняющую, откуда пошло человечество. Следы древних контактов с внеземными цивилизациями он искал в Тунгусской тайге, в песках Синайского полуострова, в пирамидах Египта. Это то, что меня сейчас интересует, потому что есть в пирамидах тайны, кто их построил, зачем их построил. Там никогда никаких фараонов не хоронили. Воздействие пирамиды на человека очень сильное. Это большой интерес, большая проблема. Я стараюсь посмотреть. Я был на египетских пирамидах, на мексиканских пирамидах, здесь, на подмосковной пирамиде. И сейчас вот хочу, говорят, есть пирамиды в горном Алтае. Когда где-то прочитал такое мнение, что пирамиды построили пришельцы внеземные для связи со своей планетой, что это антенны. И я ездил с женой в Египет и залезал в эти пирамиды, залезал в гробницы. И сразу становится ясно, что пирамиды не были гробницами. Потому что, вот говорят, пирамиды Хеопса. Откуда известно? Там где-то сейчас, наверху, где-то, куда практически туристы не доходят, вроде бы нашли имя Хеопса. Но вот когда ты действительно идешь там, где они, в гробницы фараонов, там же все стены исписаны. И как его звали, и сколько было жен, и какие войны вел, и какие пиры у него были, и что ему приносили там, какую еду. То есть все гробницы испещрены деянием фараонов. А в пирамидах ничего такого нет. Там стены совершенно голые. То есть уже сомневаешься, что это были захоронения. Потом, значит, Геродот писал, что пирамиды строились 20 лет, а там что-то несколько миллионов блоков гигантских. За 20 лет. И получалось там что-то, что каждую блоку укладывали что-то за 2,5 минуты, что совершенно невозможно при таких блоках. И там некоторые блоки действительно так уложены, что действительно там нож не просунешь. Вот это была тайна. 15 лет он прочитал Уцуалковского, что человек сможет полететь в космос только через 100 лет. Посчитав, что в космонавты он никак не попадает, Георгий решил стать конструктором ракет и после окончания военно-механического института пришел работать к Сергею Королеву. Вопреки прогнозам Циолковского, человек оказался в космосе гораздо раньше. А после первых полетов Сергей Павлович решил, что в каждом экипаже, помимо летчиков, обязательно должен быть бортинженер. Ведь мы когда гражданские пришли в «Звездный городок» на подготовку, военные зрители у нас не очень-то доброжелательно. Было такое противостояние. Бежим на физзарядке с военными вместе, остановились, передохнулись. Они говорят, а зачем мы сюда пришли? Мы должны летать, а вы должны строить нам корабли. Зачем мы тут нужны? У нас тут очередность очень. Сейчас все нарушили, наши места забираете. А потом вообще против нас начались такие войны биологические. Сижу я на занятиях, готовлюсь к полету. Вдруг меня под белые руки в изолятор. Взяли у меня пробу. Нашли крови какого-то микроба, тропической какой-то, самой страшной болезни, значит, сейчас все вымрут. Тогда говорят специалисту, а он военный враг, он на стороне военных был. Покажи нам этого микроба-то. А он возмутился, да, раз я могу хранить смертельный микроб в лаборатории, я его немедленно уничтожил. Ну, значит, меня мучили с год. Но это было не единственное препятствие на пути к мечте. Вскоре после того, как он вернулся к нормальной жизни и тренировкам, во время прыжка с парашютом Георгий Гречко сломал ногу в двух местах. Начальство тогда сказало ему, нам придется вычеркнуть тебя из списка космонавтов. Поживешь годик-другой, а потом, если захочешь, снова подашь заявление. Мир сразу раскололся пополам. Вот только что, значит, я космонавт, скоро полет, прыжки, значит, все идет. И вдруг этот мир отошел от меня, а я как птица подстрелянная на самом взлете. Но, наверное, Гречко суждено было слетать в космос. А раз суждено, значит, в этой непростой ситуации нашелся человек, который пришел ему на помощь. Им оказался военный космонавт Владимир Комаров. И именно он настоял на том, чтобы Гречко продолжил хотя бы теоретические занятия. Его не отчислили из списков. И 11 января 1975 года вместе с Алексеем Губаревым он совершил свой первый такой долгожданный полет. Вот уже начало вот Карадага. Моя юность вот тут расцвела. Вот эти скалы, где я проплывал на своей байдарке. И там нельзя было плавать вот в такие волны. Но мы плавали. Один раз байдарка вот так вот хрящнула. Но у нас были акваланги. И мы поняли, если мы пойдем на дно, то с аквалангами выйдем оттуда. С ним очень замечательно, легко и интересно. И наша семейная жизнь, я бы сказала так, это жизнь постоянно в полете. Жизнь на старте. И ты не знаешь, что может быть через час, через минуту. Постоянно идет корректировка. То есть должна быть постоянно готовность, сосредоточенность, собранность. При этом все самые лучшие, замечательные качества, которые в каждом человеке есть, должны срабатывать. Со мной жить непросто. Ну, она такая чуткая, понимающая жена. Знаете, вот говорят, что умная жена иногда не слышит того, что не хочет слышать. И тем самым как-то сохраняет погоду в доме. Поженились они уже зрелыми людьми. Причем этот брак для каждого был не первым. У Людмилы Кирилловны подрастали Сергей и Ольга. У Георгия Михайловича к тому моменту было двое взрослых сыновей. Михаил и Алексей. А вот дети вашей жены, они носят вашу фамилию? Нет, значит, Сережа не мою фамилию, а, значит, дочка, вот, когда вышла замуж, она взяла фамилию мужа. Но сейчас она хочет, чтобы была двойная фамилия мужа и моя. Снимки для... Специально для тебя купил дорогущую камеру. Она немножко посложнее автомобиля. Сейчас попробуем. Он сказал, что он гордится мной. Он так редко мне это говорил. Мне кажется, они больше меня ругали, чем говорили приятные слова. Вот. А сейчас он говорит, я горжусь тобой. Я говорю, папа, я достойна этого, носит твою фамилию. Я... Я все равно маленькая девочка. Я не считаюсь умной, я еще глупенькая девочка. Я еще столько ошибок сделаю и делаю. А... Не знаю. Я сейчас заплачу. Дочке рассмотрел склонность и способности художественные. У нее даже выставки уже пошли, хотя она еще и тут не кончила. И она говорит, что, собственно, ты очень большую роль сыграл в моей жизни. И в сваре тоже нет. А мне там, кажется, заяц, видишь, мордочка и уши вверх торчат. Я у тебя ее покупаю. Нет. А почему? Я тебе только подарю. Нет, мне не надо даром. Мне надо прощать молодой талант. Чтобы ты могла себе покупать нитки, рамки. Чтобы не у папы просила, а сама покупала. Удивительный человек, да? Вот сколько живу, все удивляюсь. Настолько вот он потрясающий. И как личность, и как друг, и как муж. То есть в одном лице я получаю много, так сказать, образия, многоликость этого человека. Ну и постоянная забота, конечно. Говорят, что жена должна быть на 25% более веселой, чем у нее на это есть основания. Вот. Ну и, конечно, женам космонавтов труднее, чем самим космонавтам. Потому что в космосе там целый центр управления, значит, тебе помогает, там целая группа поддержки. То есть о тебе заботятся, да? А жена в это время как бы вот брошенная и мужем, и центром управления. Но, несмотря на всю заботу центра управления полетами, космонавтам не удавалось избегать опасных нештатных ситуаций. И уже тогда никто с Земли не мог помочь им. Все приходилось решать самостоятельно. Георгий Михайлович с Юрием Романенко была проблема. Инспекция стыковочного узла. Нужно было выйти в открытый космос через люк, который не приспособлен для выхода в открытый космос. По диаметру он очень тесный, маленький, но с другого, со штатного люка, переход на эту часть, он был сопряжен с довольно большими трудностями и сложностями. Я вышел в открытый космос, чтобы осмотреть узел стыковочный. Если он испорчен, сказать, что туда нельзя стыковаться. Или починить его. А узел оказался целым. И вдруг мне с Земли приходит указание. Сделайте доклад, как вы вышли в космос и нашли, что узел испорчен, а узел тогда целый был, и как вы его отремонтировали. И вот такое было давление. И сменный руководитель полета требовал. И руководитель полета требовал. И замгенерального требовал. И генеральный требовал. Я говорю, Юра, но мы этого не делали. А Юра говорит, а я военный. Мне мой генерал приказал, я обязан сказать, что он приказал. Я говорю, Юра, ты пойми, мы себе приписываем работу, которую мы не сделали, это грех. Но тем самым, мы же говорим, что он был сломан, и на ни в чем не повинный экипаж вешаем такую дохлую собаку, от которой им не отмыться. Ты этого хочешь. А в ЦУПе, в Центре управлениями полетами, уже была лотерея. Ставили ставки. Выдержит гречка давление? Скажет неправду, которую с него требуют на таком высоком уровне? Или не скажет? Выиграет тех, кто поставил на меня? Я неправду не сказал. Это очень надежный человек. На него можно опираться, и я ни в какой ситуации не подведю. Это я имею в виду по работе. А потом он очень разносторонний человек. Он и спортсмен. По-моему, у него горные лыжи были когда-то. Не знаю, как сейчас он уже не забросил ли это дурное дело. Вот так. Потом он прекрасный охотник, стрелок. Он очень интересный, глубокий собеседник. Не думаю, что найдется какая-то область знания, в которой Георгий Гречко чего бы то не знал. Молодой, красивый. Сливый, хороший получился. Георгий Михайлович, скажите, а вас на улице узнают? Вы знаете, узнают и подходят. Иногда подходят, говорят, что, ой, вы Федоров, офтальмолог, сделайте мне операцию. Иногда подходят и говорят, о, вы космонавт. Ваша фамилия Леонидов. А как вам кажется, как скоро мы, люди, сможем стать пришельцами на других планетах? Найдем ли мы жизнь? Построим ли какой-нибудь собственный город на Марсе? Мы можем лететь хоть сейчас, это дело просто денег. А он нам нужен, там же все равно для жизни не такие пригодные условия. Понимаете, тут ведь как, а нужен ли нам Марс? Не нужен. А нужно нам вокруг Земли мотаться? Не нужно. А нужно нам летать на самолете? Они бьются. Не нужно. А на пароходе тонут? Не нужно. Поэтому лететь не за прибылью, а просто, если ты человек, ты должен все время интересоваться, а что ж там за горизонт? Георгий Михайлович, вот так же, как, возможно, корабли пришельцев оставляют круги на полях, и могли бы вы на моем устройстве оставить свой автограф? Он прям пальцем. Он тоже будет. Видите, такой кораблик получается парусный. Хороший получился кораблик. Спасибо огромное. Будем бережно хранить. Только не подписывайте моей росписью какие-нибудь сомнительные дела. Ни в коем случае. Спасибо огромное вам. Спасибо. Все. Очень приятно было с вами. Спасибо. Однажды великий ученый Циолковский сказал, что Земля – это колыбель человечества. Но нельзя же вечно жить в колыбели. Мне кажется, что все космонавты, в том числе и Георгий Михайлович, отправлялись в космос вовсе не за наградами или славой, а из-за жгучего интереса и желания узнать, что же там за горизонтом. К сожалению, этот вопрос до сих пор остается открытым. На сегодня все. Мой адрес в интернете – livrem.lifejournal.com. Мое личное время всегда принадлежит вам. Увидимся через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok